Брови это деталь способная полностью изменить наш взгляд. Я им стараюсь регулярно уделять внимание и всегда нахожу что-то новенькое для оформления. Так что сегодня поделюсь с вами своими секретами и лайфхаками, которые помогают поддерживать их в хорошем состоянии. Погнали! Сейчас вам открою секрет, который помогает зрительно увеличить количество волосков на бровях и сделает их более густыми. Нам понадобится любая база под тушь, но если, например, такой нет, то можно взять прозрачный гель для бровей. Этой базой я тщательно прочесываю каждый волосок в направлении вверх. Можно даже сделать это на несколько раз. Как видите, она тоже неплохо фиксирует волоски, так что можно использовать ее и в качестве фиксатора вместо геля. Но самое главное, каждый волосок за счет такой оболочки стал более плотным. И сейчас уже можно наносить следующий слой с пигментом. Я для этого воспользуюсь гелем для бровей и аккуратно прохожусь по волоскам снизу вверх. Накладываем еще один слой на брови и тут волоски становятся более крупными, густыми. Создается ощущение, что их на бровях очень-очень много. В последнее время этим лайфхаком я часто пользуюсь и эффект действительно заметный. Так что пользуйтесь, если вы хотите густые брови. Если вы пользуетесь фиксирующим гелем и любите более аккуратные бровки без густого саболиного эффекта, то прямо сейчас покажу, как их правильно украсить. Сначала мы просто наносим его, как обычно, в направлении вверх. Прокрашиваем наши волосы. Видите, они все у нас немного взъерошенные получились. И пока гель еще не зафиксировался, мы быстренько по верхнему краю проходимся ватной палочкой. И они у нас как бы загибаются, таким образом становятся более аккуратными. А у основания волосочки у нас остались. То же самое проделываем мы с другой стороны. Сначала прокрашиваем, а потом по верхней части проходимся ватной палочкой. Кстати, если кому-то интересно, я напишу название средств для бровей, которые использовала в этом видео. Видите, как аккуратно они укладываются. Главное не ждать, когда высохнет гель, а делать все сразу. Помните, я вам показывала трюк с глицериновым мылом? Если забыли, то сейчас напомню. Сейчас мы сделаем модные густые инстаграмные брови. Нам понадобится мыло. Лучше, если оно будет глицериновое. Свое я, кстати, покупала в Магнит Косметик. И также спрей для фиксации макияжа. Абсолютно любой. Делаем на мыло пару пшиков. И это место мы вспениваем вот такой специальной щеточкой для ресницы бровей. Когда на щеточке будет достаточное количество вот этой густой пенки, можно переходить к расчесыванию бровей. Но делать это нужно не по направлению их роста, а прямо наверх, чтобы получился слегка дьяволинный эффект. Фиксируются они в таком положении просто замечательно. Другую бровь мы также зачесываем наверх. Пока это все не будет выглядеть вот так. Дальше этой же щеточкой мы только верхний край вот так приглаживаем. Чтобы на концах у волосков появился плавный изгиб. И другую бровку. Смотрите, какие они стали аккуратно уложенные без использования геля для бровей. Кроме мыла я на брови абсолютно ничего не наносила, но выглядят они очень ухоженно. Мыло это просто незаменимая штука. Так вот, такое мыло совсем неудобно брать с собой в косметичку. Оно больше для домашнего использования. Но я нашла очень удобное решение. И теперь это мыло постоянно в моей сумочке и косметичке. Нам понадобится ненужный флакон от помады или бальзама для гу. В моем флаконе остались остатки помады. Поэтому мы его полностью очистим от всех этих частиц. И хорошенько промоем. Далее зажигаем свечку. Мыло я поделила на брусочки. На такой флакон достаточно двух маленьких кусочков, которые мы с помощью ложки плавим над огнем. Мыло, кстати, плавится быстрее, чем вовс. Так что долго ждать не надо. Ложка уже практически вся заполнилась. Поэтому сливаю все вовнутрь флакончика. Остатки еще доплавим. И тоже добавляем в емкость. Останется теперь дождаться, когда вся эта масса застынет. А это происходит очень быстро. И у нас получилась мыло-помада. Главное не перепутать и не накрасить губы мылом. Теперь нужно взбрызнуть на него жидкостью, набрать мыло на щеточку и спокойно укладывать свои брови. Хранение очень удобное и мылом в таком формате пользоваться намного комфортнее, чем постоянно брать целый брусок. А еще можно сначала на брови нанести мыло, а только потом прочесать их щеточкой. И так они тоже очень здорово укладываются. Подобными щеточками мы пользуемся каждый день, чтобы расчесать бровки, а также реснички, особенно нарощенные. Вообще они, конечно, одноразовые, но если только вы пользуетесь этой щеточкой, то можно ей расчесывать еще очень-очень много раз. Главное держать ее в чистоте. И я предлагаю сделать ей удобный колпачок. Для этого вполне подойдет коктейльная трубочка. Главное брать ее по курпне. Отрежем у этой трубочки верхушку. Вот такой кусочек получился. Далее делаем разрез вдоль и засовываем щеточку вовнутрь. И наш чехольчик готов. Получился у нас такой своеобразный колпачок. В таком виде можно ее, например, положить в косметичку, и щеточка всегда будет чистой и прослужит еще очень-очень долго. Если у вас нет цветного геля для бровей, то придать оттенок им можно обычным жидким скульпторам. Если, конечно, вы пользуетесь коричневыми цветами, думаю, брюнеткам такой вариант не подойдет. По текстуре он как помадка для бровей. Набираем на тоненькую скошенную кисточку и заполняем аккуратно наши бровки. А потом сверху можно нанести прозрачный гель, так скажем, закрепить и уложить волоски. Так что выход можно найти из любой ситуации. А еще скульптор можно использовать и для коррекции контура губ. Недавно мы пробовали с вами домашний шугаринг, и сахарная паста отлично мне помогает в коррекции бровей. И убрать ей можно сразу все лишние волоски вокруг бровей и создать аккуратную форму. Для начала от полоски для депиляции я отрежу несколько небольших линий. Отчистим и продезинфицируем наши бровки. Нанесем немного присыпки, чтобы убрать лишнюю влагу. На апельсиновую палочку набираем пасту для шугаринга. И наносим в те места, где есть нежелательные волосы. Вверху тоже нанесем, потому что там тоже нужно кое-что убрать. Наклеиваем полоску, хорошенько промазываем, прижимаем и резко отрываем. Точно так же делаем и с нижней частью. В принципе, одна бровь готова. Теперь эту же процедуру проделываем мы с другой стороны. И все ненужные волосы остались на этой салфетке. Все очень быстро, в отличие от пинцета. В последнее время мне нравится окрашивать бровки хной. И в этом видео решила поделиться с вами одним маленьким секретом, который помогает сделать их у основания более графичными. Для начала разведем хну в баночки, перемешаем все и пусть она у нас настаивается. Скотч больше всего подходит именно для наращивания ресниц. Он очень хорошо и четко сидит на коже. Я его ровно наклеиваю по нижнему краю у начала брови. Также делаю и с другой стороны. И потом соединяю две этих части еще одним кусочком скотча. Брови, так скажем, у нас теперь по уровню. И можно наносить хну. Аккуратно все промазываем. Чтобы у основания не было резкого среза, прочесываю волоски щеточкой. На другую сторону тоже нанесем хну аккуратно. И потом уже наносим следующие слои, но только на нижнюю часть бровки. После этого скотч можно отрывать. И у нас, как видите, получилась идеально ровная линия. Бровки абсолютно одинаковые, на одном уровне. Осталось убрать с бровей все лишнее. А вернее хну. И вот такой результат у меня получился. С помощью скотча я делаю каждое свое окрашивание. И получаю свои идеальные бровки, о которых вы так часто меня спрашиваете. На этом все. Надеюсь, видео было интересным и полезным. И вы поставили большой-большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. И, конечно же, смотрите мои предыдущие видео. А еще напишите, какой лайфхак вам понравился больше всего. Всех люблю и всем пока.